Все пытаются напугать некими санкциями нас и России. Я вот так из советского времени знаю, что такое Госплан, как планировалось там, и вы тоже это знаете. Я так прикинул, думаю, боже мой, слушайте, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением неких деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и деталей теперь произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал, и если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю там Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос. Договориться и обеспечить наше вот это все отечество всем необходимым. Космос, биотехнологии, электромобили и прочее. Мы все умеем делать. Просто у нас, знаете, либералы когда-то нас убедили, рынок все отрегулируют. До черта с два. Самая рыночная экономика Япония и даже Китай. Тысячи планов составляют. Тысячи балансов. Индикативные, очень серьезные планирования. Знаете, на практике все прописано. А это уже дисциплина. И второе вы правили, а дисциплина железная. Я помню разговор с одним японцем, когда был на Олимпиаде в Нагану. Он так разоткореничался и говорит, вы знаете, в чем наша разница Японии и вас, у нас постсоветскими. Знаете, в чем разница? Он говорит, у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас, говорят, наоборот, 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. Это японец сказал. Интересно. Вот дисциплина. Они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже там. Поэтому они ведущие экономики мира. И мы можем это сделать. Можем. И не надо тут переживать, что нам завтра санкции уведут. Хорошо. Вводите. Но свои товары будете потреблять в себя. Но наш рынок не придете. А это все-таки 150 миллионов человек. И ладно, это наши 150. А через Беларусь и Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем. Ах, санкции мы умрем. Да не умрем. Сергей Лавров правильно сказал так. Жестко сказал. Молодец. Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хочем жить мирно, действительно готовиться к войне. Мы, конечно, люди не военные. Не хотим воевать. Нам не надо. Мы наелись. Не приведи, Господи. Но, тем не менее, вы видите, что происходит вокруг. Поэтому это ближайшая повестка дня нашего заседания. Даже на Высшем государственном совете нам надо уже начинать в очном формате работать и двигаться. Надо использовать ситуацию. Ситуация непростая, но это ситуация возможностей. Быстро развернемся. Будем работать лучше. Вот мы не закрылись в свое время. Вы знаете это. Экономику не остановили. За январь месяц мы прибавили. Почему? Ну, не потому что мы велики, а потому что многие экономикой мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, на которых, сконцентрировавшись, мы можем получить и хороший эффект. Есть, есть. Очень много. Продолжение следует.